Всем здравствуйте, друзья мои! Сегодня у нас суббота, 20 апреля 2024 года. И посмотрите, я привезла вас сегодня в лес. Стоп, 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 скажут мне мои внимательные зрители, что происходит, почему мы вдруг в лесу в английском. А где же Египет, обещанный? Как же так? Поэтому хочу вас сразу успокоить, друзья. Да, Египет вот он, он никуда не делся, он у меня весь запечатлён уже на моих видео. И мы обязательно, конечно же, посмотрим всё, что я вам там наснимала. В Египте наш отель, наш отдых замечательный. Но так как я очень соскучилась и за Англией, и за своим прекрасным островом, то я сегодня съездила в лес. День был чудесный, и видео, конечно же, для вас тоже сняла. Поэтому я хочу вам сейчас показать сначала свою лесную прогулку. А так как лес наиболее располагает, знаете, к душевной беседе, то я вам и расскажу о многом. Итак, друзья, усаживайтесь поудобнее. Мы возвращаемся в английский лес. И поехали! И хотя Англия всегда выглядит вечно зелёной страной, здесь очень много таких деревьев, которые не умирают даже зимой, да? Но вот, тем не менее, листочки на деревьях появились вот совсем недавно, посмотрите. Молодые листочки на берёзе или вот дуб впереди, вы видите. Листочки ещё только-только появились. И, как всегда, всё это происходит очень быстро. Почки-почки набухают на деревьях, и вдруг однажды утром вы просыпаетесь и видите за окном, что всё позеленело, как будто какой-то чудесный художник разрисовал все деревья в зелёную краску. Брызнула моментально зелень, и, не успеешь оглянуться, уже листва в полной, в полной мере на деревьях проросла. Смотрите, как по-разному проклёвывается первая листва. Да, посмотрите, клён, он уже, в общем-то, в полной силе. А рядом осинка и листочки ещё только-только проклёнулись. Сегодня суббота, как я вам сказала уже, да? И очень много здесь у нас людей вышли на прогулку, конечно же, с собаками. Немного я неторопливо разговариваю с вами, чтобы дать вам послушать истинно прекрасную тишину леса, иногда пение птиц. Потому что я и сама когда-то жила в городе очень долго, и там, в городе, вы в лес попадаете крайне редко. Поэтому, дорогие мои зрители, я взяла вас с собой. И не только сама хочу насладиться красотой весеннего леса, но и вам показать. А вот это примула или первоцвет. Много его здесь очень встречается. Тоже, по-моему, очень полезные цветки. Не знаю, буду ли я их брать. И несмотря на то, что всё-таки здесь вечно зелёных растений очень много, хвойных, которые не сбрасывают свою листву ни в какое время года, но новая листва радует непомерно. И хочется увидеть эти первые листочки. И скоро уже у нас синие колокольчики в лесу зацветут. Блю Белл обычно начало мая. Ну и много других цветов. Конечно же, мы с вами будем гулять в лесу. Как всегда, я помню ваши просьбы, мои милые подписчики, мои милые зрители. Кто просил меня вам показать лес, в котором мы с вами давно не гуляли, вот я выполняю вашу просьбу. Ну а для тех, кто интересуется моими каникулами и удивлён, что-то я так сразу перескочила из Египта в лес, я вам поясню сейчас. Я приехала только два дня назад из Египта. И ещё у меня для вас видео грузится сейчас новое о нашем путешествии в Египет. Очень интересное будет видео, очень красивое. Поэтому всех приглашаю посмотреть. Ну а сегодня, почему я помчалась в лес, я вам показываю вот этот вот цветущий одуванчик. Все мы его видели и знаем, конечно. И вот именно вот этот вот одуванчик погнал меня срочным образом в лес. Но об этом позже, друзья. Кстати, даже ёлочка выпускает новые иголочки и выглядит вот так красиво. Посмотрите, как здорово, да? Очень здорово. Так вот, именно одуванчик и его цветочки заставили меня сегодня помчаться в лес. Ну, не только, конечно, одуванчик, а вообще прекрасная погода, солнечный день. Плюс 17 у нас сегодня. Ну, не так уж и жарко. Нормально, в общем-то. И поэтому я решила приятное совместить с полезным. И я решила, что, так как мне эти одуванчики нужны для приёма внутрь... Привет! Привет-привет, дорогой! Ну я как-то... Привет-привет! Я как-то не очень счастлива вот это вот таких вот собачек тут вдруг встречать. Да? И то, что я поехала в лес для того, чтобы нарвать чистых, экологически чистых цветочков, ну вот надо было, наверное, всё-таки ехать в поле. Вы знаете, потому что здесь, видите, гуляют много с собаками людей. А почему-то эти цветочки одуванчика, они растут именно вдоль тропинок. Да, точно, я погорячилась, подумав, что здесь очень чисто и можно собирать эти цветы. Ну, в общем, единственное, что я постараюсь собирать их всё-таки не у самой тропинки. Вообще, те, кто занимается травами, давно им известно, что именно все полезные вещества в травках, они содержатся поздней весной и ранним летом. То есть май и начало июня нужно собирать все полезные травки, чтобы они наибольшую пользу принесли организму. всегда, когда выбираешься в лес, то такую красоту видишь, что, кажется, нужно бы ходить в лес каждый день. Смотреть на эту чудесную природу хочется вновь и вновь. Но так, к сожалению, редко получается выбираться в лес, куда-то на природу. А согласитесь, что самый лучший релакс именно на природе и получается. Хочела бы ещё собрать вот эту свежую, новую, молоденькую крапиву. Но вот, к сожалению, она кусачья. Её просто голыми руками не возьмёшь, да? А перчатки я не взяла. Вот не знаю. Вообще, сегодня-то я была настроена именно набрать одуванчиков. Но вот какие-то другие травки я, к сожалению, не очень знаю. Хотя, наверное, здесь можно было бы сейчас весной набрать и каких-то других полезных травок. Лекарственных. Ну вот ещё лопухи, по-моему, да? Лопухи, крапива, мать и мачеха. То, что сразу приходит на ум. Ну вот ещё и одуванчики сегодня. А да, вспомнила ещё полевой хвощ. Нужно собирать тоже весной. Очень хорошее мочегонное средство. Но вот полевой хвощ что-то я здесь не вижу. Как только встречу, покажу вам. Вот так выглядит полевой хвощ. Не заставил себя долго ждать. А это, кстати, мята. Очень здорово пахнет. Но это не перечная мята. Это обычная дикая, какая-то лесная мята. Вот уже первые цветочки, голубые колокольчики. Появляется их немного. Но иногда на поляне они встречаются в огромных количествах. И это очень красиво. Может быть, сегодня, если у меня будет достаточно времени и желания пойти с вами на то место, где, возможно, мы можем увидеть эти колокольчики голубые, я вам покажу. Но не уверена, что сейчас им время. Они обычно набирают полностью свой цвет где-то в мае, в середине, в конце мая. Ну, знаете, год на год не приходится. Поэтому кто его знает? Вот если я вижу здесь эти колокольчики, может быть, они есть ещё где-то. И ещё, когда я гуляю по лесу, по лесу главный, основной вопрос, который мне задают мои зрители, а не страшно ли мне здесь одной в лесу? Ну, во-первых, видите, да, что здесь людей гуляет много. А в основном все с собаками, конечно же. Это я одна только гуляю ради цветов одуванчиков. Поэтому сразу отвечаю, нет, ничуть не страшно гулять. Даже где-то иногда вечером бывает. Для меня страшно только то, что неизвестно. Вот те вот ведьмины леса со странными такими там попадающимися платками на деревьях. Посмотрите, если кто-то не видел видео вам вверху. Колдовские ведьмины леса или лешие, которые водят, бывает, людей. Здесь такое тоже бывает. Ну, а вот бояться людей здесь не стоит. Здесь всё очень тихо и спокойно. А я зашла с другой стороны в лес. Здесь лес немного смотрится по-другому, как вы видите, да? Лес этот довольно огромный. Он тянется и тянется и тянется. И очень-очень далеко можно зайти. И я иногда даже здесь заблуждалась. Для меня это, в общем-то, не составляет большого труда заблудиться в трёх соснах. Поэтому я чаще всего стараюсь ходить по тем местам, которые мне уже известны. А ещё, конечно же, я отыскиваю для вас красивые ракурсы, красивые виды, чтобы вам было интересно смотреть. И может быть, я со своей съёмкой и со своими рассказами кому-то кажусь медленной. Но тут уж каждому своё, друзья. А я буду делать свою съёмку и свои видео так, как считаю нужным. И вот, смотрите, то, что я обещала показать вам. Вот эти вот колокольчики Blue Bell. Видите? Такие полянки синие, голубые. Их не очень здесь много. Они ещё только-только расцветают. Вот там дальше, видите, поляна. Именно, конечно, они смотрятся очень красиво. Таким голубым ковром, когда их много в лесу. Но вот, к сожалению, сейчас даже у нас на острове Уайт считающимся заповедником осталось этих колокольчиков не так и много. Ну и вот, наверное, одно из таких мест я вам как раз сейчас и показываю. Крупные вблизи, но как-то издалека всё мелко. мало, но тем не менее всё для вас. Надеюсь, что вам понравилось. И сдаётся мне, что если и дальше так пойдёт, если люди не опомнятся и не начнут ухаживать за своей красивейшей планетой, то уже вряд ли наши дети, наши внуки смогут даже такую красоту увидеть. Всё это исчезает. И не надо тут за примерами далеко ходить, как говорится, потому что даже на моём веку я помню, когда я была совсем маленькая, это было сколько лет назад? 60 лет назад, да? Совсем маленькая. Мы ездили на Дон с родителями и там отец ловил рыбу, а мама на костре, в котелке варила уху. Так вот, для ухи мы брали воду из реки Дон и пили чай, брали воду из реки Дон и уху варили на воде из реки Дон. А теперь, спустя 50 лет, да? Грубо, подумать об этом даже страшно, как загрязнены наши водоёмы. Вода непригодна для питья. не хочу никого пугать, вы и сами всё прекрасно знаете, а я просто констатирую факт. А ведь как приятно, когда в лесу чисто, красиво. Смотрите, да? Ну, не странно ли, что, несмотря на то, что так много людей здесь каждый день посещает этот лес, ни одной бумажки, ни одной банки или бутылки вы не увидите. А ведь в лесу-то дворников нет, никто не убирает. И главная причина, что здесь так чисто, это то, что люди уважают природу, уважают место, в котором они живут. И не гадят, и не мусорят. Вот и всё. Ещё у меня часто спрашивают об клещах. Ну, в частности, больше всего, конечно, страшит нас всех клещевой энцефалит, который очень ядовит в мае месяце. И даже вот этот вот энцефалит, не клещевой энцефалит, а энцефалитный клещ. Да, энцефалитный клещ. Так вот, у нас в северных лесах очень его много. Он представляет большую опасность и всегда предупреждает, чтобы в мае месяце люди не гуляли вот так вот неосторожно по лесу. Даже помню, у меня знакомая из Архангельска, с которой мы вместе работали. Она рассказывала, что её маму покусал энцефалитный клещ, и она после этого страшно болела и так и не восстановилась. у неё с памятью проблемы. Нам даже делали прививки от энцефалитного клеща. Они делаются именно весной, в начале года и действуют, по-моему, весь год. Вот. Ну, а здесь такого не наблюдается. Насколько я знаю, не было ни разу случая, чтобы кого-то покусал энцефалитный клещ, и чтобы были вот такие вот проблемы. Поэтому рассказываю вам. Нет, здесь нет проблем с энцефалитными клещами. Здесь в английских лесах даже гнуса очень мало. Вот, комары встречаются тоже очень-очень редко осенью или летом знойным. Помните, когда у нас как раз приходит сезон собирать чернику? Там просто невозможно, я помню, никогда не могла чернику собирать в лесу, потому что заедали комары. Там без москитной сетки просто нечего делать. А здесь нет такого страсти, страстей таких. И комаров практически нет. Вот еще, смотрите, с собачками насколько разные и все собачки. Hello. Oh, you look. You friendly? Are you friendly or not? Good job. I don't really know. Вы заметили, да, что эти собачки на поводках? И я всегда very pleased, как говорят здесь в Англии, очень хорошо отношусь к таким хозяевам, которые водят собак на поводке, невзирая на то, что они в лесу. Потому что иногда собаки бегут впереди хозяев, иногда они выскакивают неожиданно, да даже не иногда, очень часто такое бывает. Идешь в лесу и вдруг на тебя выскакивает огромная такая собачень. Страшно, друзья, понимаете, что на уме у этой собаки. Хотя, когда хозяева подходят, они всегда начинают говорить, что наша собачка она такая добрая, она такая френдли ко всем. Ну, спасибо не надо называется, да? И вот несмотря на то, что даже при входе в лес висят несколько объявлений, что собак, пожалуйста, держите при себе и лучше вы их будете держать на поводке. Но тем не менее большинство здесь хозяев собачек гуляют без поводков и даже собаки все без намордников. Не хорошо это, по-моему. А я вот чем дальше иду, тем как-то меньше и меньше мне попадается одуванчиков. Как-то да, я совершила большую ошибку. За одуванчиками надо ходить в поле, не в лес. Вот да, к сожалению, так. Вот смотрите, какая опять огромная у нас группа людей с собаками. Посмотрите, какие разные сейчас обязательно конечно же все эти собаки ко мне подбегут. А как же без этого? Вот видите? Hello! Ну вот хорошо, когда люди не боятся собак. Ну а если люди собак боятся, вот смотрите какой бульдожина или как его, как эту собаку зовут? Бультерьер, да? Вот вам пожалуйста. Бультерьер без намордника, без заповодка. Бегает вот, что у него, как? Ну вот рассказывайте мне, что он френдли, а если он не френдли, тогда как? Сейчас вот опять встретилась мне очередная дама с собачкой. Собачка огромная, не знаю, что-то такое, какой-то терьер большой. Здесь собак, пород собак так много, что не запомнишь сразу. Так вот эта собачка только что выскочила из пруда, бежала вся мокрая, грязная, подбежала ко мне, прыгнула на меня и испачкала меня. Я не могу сказать, что я здесь в парадных брюках, но все равно как-то, знаете, мне вот уже оно не надо. Тем более, что я не очень-то их как-то сейчас благоволю к собакам. Когда-то я прям была такая любительница собак, но, наверное, всему свое время. Часто у меня спрашивают, а не скучно ли, не скучаю ли я здесь за родиной и вот как мне живется в чужой стране. Так вот, я говорила, отвечала на этот вопрос всегда, что я космополит, Человек, который спокойно может жить в любой стране. А тут недавно я слушала одного психолога, и он сказал, что мне в любой стране как на чужбине. Я задумалась. А потом, не вспомнила, она шла, конечно же, в интернете, откуда это выражение. Я в любой стране как на чужбине. Это Пушкин ведь наш знаменитый Александр Сергеевич когда-то сказал, мне в любой стране как на чужбине. А еще я уже очень много раз говорила, как-то вот прогулки лесные, они очень располагают к разговорам, к размышлениям философским. И вот я хочу сегодня вам прочитать очень-очень интересный один малюсенький коротенький отрывок об одиночестве. Каждый день общаясь с разными людьми, удивляешься тому, что самые достойные из них обычно одиноки. Их отличает харизма, приятная внешность, живой аналитический ум, хорошее воспитание, манеры, за которыми всегда спрятан сильный взгляд, в котором едва просматривается небольшая грусть. Они ищут своих людей для общения, для компании, для приятного отдыха, для любви, для отношений и семьи. Они чаще ошибаются, реже идут на контакт, тяжелее переживают неудачи, но каждый раз, сгорая в отношениях дотла, они возрождаются из пепла, становясь еще более совершенными и более сильными. И снова, и снова, начинают все сначала. Им чужды стереотипы современного общества, им невозможно навязать чужое мнение, независимо от того, мужчина это или женщина, они в поисках такого человека рядом, с которым будет тепло и спокойно. И это спокойно основано не на отсутствие ссор, адреналиней или крайних граней эмоций. Это спокойно означает, что рядом человек, который не предаст, которому ты безгранично веришь, доверяешь и в котором уверен на сто процентов. Даже самые сильные люди бесконечно стремятся обрести уверенность, что их любят. Вот не знаю, как вас, друзья, а меня почему-то вот это вот короткое повествование и рассказ об одиноких людях задело, за живое, поэтому вам и прочла на ваш суд. Расскажите, что вы почувствовали и подумали, когда слушали. Поделитесь вашими чувствами, вашими мыслями в комментариях. Хочу также сказать вам, друзья мои, что у меня будет очередной стрим, прямая трансляция с вами состоится, я дам вам анонс перед этим, поэтому приходите, кому интересно, задавайте ваши вопросы, я с удовольствием буду на них отвечать в прямом эфире, а на этом я с вами прощаюсь, друзья, всего вам доброго, берегите себя, еще увидимся, пока-пока. Субтитры и